а вы знаете многие писали что это фонарик китайское дерьмо да я согласен но тем не менее это очень удобное китайское дерьмо потому как я сперва руки его держал потом вспомнил блин у него что есть магнитик поэтому прикольный фонарик не надо его обзывать никто не говорил что это фонарик bosch или makita всем привет у нас розетка смысле появилась в гараже от смысле не в гараже складе на 4 они чего это на 4 на 8 дырок развали 4 5 6 7 8 или на 4 больших как вам угодно короче у нас есть пауза пока по марсу я решил заняться все-таки электрикой потому как мы с вами прошлой серии ворота запинили еще не открывал еще запенены ты снимаю два видео одновременно решил заняться электрикой розетка вот я там снизу работал мне там удобно они снизу вот на уровне пояса здесь тоже будут у нас четыре розетки выключатель уже не не по евро не по низу на уровне груди мне так удобно поэтому так и есть выключатель у нас проходной здесь один сейчас еще появится вот здесь именно вот здесь раздаточная коробка провода пошли туда провода пошли туда от выключателя ведем трехфазным трехжильной медной лапшой провод два с полной квадрат алюминиевый черный который был здесь то есть эти все провода мы и используем два с полной квадрат алюминиевый мишка это на проходной выключатель она пойдет вот такими штуками мы будем крепить такие штуки у меня везде по гаражу висят и даже на потолке точно такие у нас коробка раздаточная 2 я купил два у меня было не будем ничего здесь селентрига сильно выдумывать на 2 тавре 2 на одном на 2 таре 2 другом и ладовские лампочки блин немножко тормознулся потому как я планировал поставить сюда 4 ладовских лампы 15-ти ваттные 2 на этот 2 тавр и 2 туда потом когда уже поставил когда вот вторую только вкрутил даже еще ничего не подсоединил провода все валяются блин увидел что лампочки получаются ниже чем ворота и подумал елки-палки а как будет очень большая машина заезжать вдруг она лампочки поспевает потом все таки понял что таких наверно высоких машин не бывает потому что потому как пошел померил вита вита 2 метра ровно от пола до лампочки два с половиной то есть еще 50 сантиметров запас есть поэтому наверно дальше таки делаю ну да ворота как раз получаются ниже на 5 сантиметров чем двух тавр наверно я все-таки гоню все правильно я делаю приедет машина высокая прям надо будет загнать патроны у нас на хомутах надо будет хомут откусим просверлим две дырки с торца прикрутим ладно не заморачивайся этим дальше делаю но уже светло от этих двух еще сейчас две должны появиться сам процесс не снимают ничего интересного нет берешь дрель и сверишь два отверстия под патрон хомут 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 в общем единственное что неудобно это стоять на лестнице и светить и сверлить вы знаете цепляя плафоны за базу берем стенку кстати цепляя плафоны я вспомнил комментарии которые я иногда слышу то и вживую я слышу то по рации кто-то говорит то еще что-то пишет что скоро я без за того что все снимаю что скоро я без камеры парашют не смогу ходить не знаю как насчет без камеры без нивелира точно скоро не смогу 114 5 он даже плафоны размещать короче выставляя плафоны 114 5 109 это же плафоны вешай эту приходится нивелером пользоваться не хочется чтоб не хочется чтоб криво было хотя опять же еще смотрю тогда яма криво получается блин а за что базу брать а я за базу стенку эту беру фиг его значит гараж так его тут построен ладно 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 цепляю второй плафон 2 плафона надо разметить ну закончился для меня проект электрика в этом гараже здесь вот так вот света хотя надо же этот включить да да выключатель значит так по порядку выключатель это наш склад то же время гараж для моей машины заходим выключатель раз не по евро ну не по низу нападала пыли надо открывать ворота все это выдувать пылесосить потому что много сверлил выключатель проходной то здесь я включил потом когда там закончил рабочий день машину свою выгнал здесь выключил и все нормально то есть у нас стоят два проходных выключателя и работают независимо друг от друга я кстати заметил что многие не знают что такое что такие бывают на самом деле я сам узнал год назад и сегодня даже Женьке объяснял как они работают потому что он тоже не знает что такие бывают оказывается как бы они работают независимо от положения в общем работает или я там приехал включил свет потом машину загнал вышел выключил и пошел работать или наоборот то есть два проходных выключателя мы имеем мы имеем одну резетку на 4 гнезда мы имеем еще одну резетку на 3 гнезда и мы имеем еще здесь одну на 2 есть еще одна на 3 хотел ли вниз поставить а потом подумал а зачем и так в этом гараже очень много резеток это в основном пылесос включить может что-то еще может какая-то полочка будет для зарядки хотя я здесь работать не собираюсь это все-таки склад здесь у нас стояли выключатели выключатели по выкидывал резетку это тоже здесь стояла это все выкидывал лампочки лампочки у нас 4 штуки я плафоны показывал лампочки у нас вот такие 4200 дневной свет 15 ватт четыре штуки всего получается 60 ватт потребления по идее светит как 600 ватт потому как сказали светят они как 150 кину здесь довольно ярко получилось ярко но как-то желтовато если сравнивать с моим гаражом там свет белый здесь свет желтый но тем не менее здесь всего достаточно больше и не надо это все-таки склад а я там не по нивелирчику сверлил поэтому накосячил там волна идет здесь все по нивелиру сверлил как всегда как я и говорил держится все у нас на таких штуках полностью все ну нравится нравится мне так проводить электрику потому как многие писали что надо было засверлить сделать там скрытую проводку я не люблю так я вам сколько в этом гараже переделывал то у меня это у меня до щитка и шли два провода от колонок туда потом я передумал усилитель перетащил под телек колонки запитаны террат усилителя туль и ту линию я взял под прожектора то есть она все в процессе работ работаешь понимаешь там надо поставить свет там надо поставить резетку поэтому все вот так надо будет например поставить здесь резетку ну мало ли вон там возьмем подсоединимся поставим резетку так же как и здесь надо подсоединимся поставим резетку надо будет там резетка вон там подсоединимся доведем опустимся будет резетка дальше пошел дальше дальше ничего нету интересного потом на хомутики мы пошли уже хомутиками начали все провода для ламп присоединять так все и получилось одна коробочка стоит распределительная там все скруточки наши как я и говорил ничего интересного по электрике просили с ними с ними ничего интересного не будет единственное надо взять плоскогубчики и полезть хомутики пооткусывать патроны тоже на стяжках провод тоже на стяжках кстати счетчик крутит в обратку но цифры набирают все правильно короче он работает просто я не знал что бывает счетчик который крутится в обратку но может диск крутится не по стрелочке но мотать правильно в общем поздравляю электрика в этом гараже закончена ничего сверх мощного здесь включаться не будет поэтому здесь даже на резетке провод идет два с полной квадрата алюминий алюминий нам хватит многие думали что я буду заморачиваться тоже автоматы ставить коробочки там все по отдельности не буду это здесь надо было всего побольше выставлять инструкция наша кто-то прилагал метода сделай картинку эти распечатают наклеечки но я скромно отказался поэтому я иногда пользуюсь вот этой таблицей в новый гараж кстати можно повешать картину человечей короче морского измерителя уже казак евростандарт стыд ливый шалун сережки с моря привет где-то надо ее повешать обязательно всем удачи всем пока я и вами говорил здесь ничего по электрике интересного не будет а